В Калужской области смертность превысила рождаемость на 90 с лишним процентов. Статистику опубликовали в пятницу 12 мая, региональный ЗАГС это сделал. Согласно цифрам, в январе-феврале текущего года в области на свет появились 1247 младенцев. В то же время умерли 2372 человека, то есть еще раз. Число умерших почти вдвое превысило число родившихся вдвое, друзья, как это можно назвать? Простым и понятным словом катастрофа, целый регион вымирает, ну кому до этого есть дело, верно? Мы тут скрепами наслаждаемся и ощущаем собственное величие, в общем, рывок, прорыв, толчок и пиздок, или все идет по плану, как обычно. Это реальная журналистика, мы строили, строили и, наконец, приплыли темы от сегодняшнего выпуска. Поехали! А в остальной России тем временем все стабильно. Пока сотрудники правоохранительных структур ловят внутренних врагов, ну тех, которые репостят в соцсетях не то, что нужно, активизировались настоящие преступники. Они в прямом смысле нагло обворовывают граждан, рассказывают. Некоторое время назад в Рунете возник тренд по сбору средств для бойцов российской армии. После объявлений частичной мобилизации это началось. Тогда призывники еще, помните, массово жаловались. Того не хватает всего. Собственно, в этот момент и появились предложения собирать семиру по нитке. Старт кампании дали пропагандисты, зет-патриоты, разного рода общественные деятели на квадрокоптеры сборы объявлялись, на бронежилеты, на бушлаты, на сапоги-ботинки, в общем, на все, что может пригодиться на передовой и продается в магазинах. Поэтому вот генератор работает, тоже помогаем. Помогайте, принимайте участие. Марафон «Добра» телеканал «Свое ТВ» провел вместе с представителями и волонтерами Краевого отделения Общероссийского народного фронта. И еще до конца трансляции ставропольцы откликнулись сотни раз и поддержали бойцов рублем. Телемарафон идет несколько часов, а марафон продолжается уже неделю. И надо сказать, что за все время, когда мы об этом говорим, мы собрали уже почти 300 тысяч. Батонный охутили в один стоп приводит 23 рубля. Естественно, мошенники не смогли остаться в стороне от такой привлекательной темы. И в какой-то момент в Телеграме, во Вконтакте, в Одноклассниках, как грибы после дождя, стали множиться. Такие вот сообщества, как, например, эта группа «Мнение Маргариты Симоньян». Она называется, а расчет был прост. Ориентировались на аудиторию пропагандистки, ну, в нашем конкретном случае, а кто ее аудитория? Зомбированные телезрители, которые безгранично боброедке доверяют, которые точно не станут проверять информацию, они просто к этому не приучены. Потому что, короче, копипастили аферисты. Туда сообщения с официальных страниц Симоньян усыпляли бдительность таким образом. И между делом вбрасывали подобные посты. Зачитаю один из них. Вот это поворот! Я по этому поводу делал несколько публикаций еще в марте, в начале апреля писал «Дорогие мои хорошие патриоты». Это какие-то проходимцы вам голову морочат, пользуясь вашей безграмотностью, наживаются на вашей доверчивости, ну, разве ж меня. Станут фанаты Маргоши слушать «Яшим зла желаю, потому как русофоб в их представлении». Давайте-ка мы своих поддерживать и закритиковать у себя на кухне. Потому что то, что мы выносим в паблик, раздувается там, с той стороны, вот так неимоверно. И это работает на них, на их аудиторию, на их уверенность в их победе. И подрывает уверенность нашей аудитории в нашей победе. План! Но я не хочу в нем участвовать, я блесгую. А пару дней назад мои опасения подтвердились. Стало известно о том, что в Перми задержали троих человек за мошенничество. Ребятишки как раз занимались сбором денег и якобы для нужд СВО. В том числе и через канал в Телеграме, о котором только что поведал. Таких каналов у жуликов оказалось несколько. В общей сложности пацаны умудрились накосить порядка 7 миллионов рублей за полтора месяца. Мы задержаны за переводы. В переводы шли людей, которые поддерживали спецоперацию в России. Ну, российских солдат поддерживали. Они переводили деньги, собирали. После этих денег мы переводили человеку на реквизиты, якобы на сборы. То есть в итоге поступившие денежные средства от граждан не поступали, да? Не поступали. Платили за это полтора процента сообщества на целый день. Плачевали деньги вечером, ночью уже, часа 12-2. И ты получаешь, мы должны были встречать нам в кабинет, который с ним входит пополам деньги. Но мы еще и сверху брали. Чего не смеете что? Не смешно? Не поняли, да? СМИ, конечно, распространили информацию, что это сама Симоньян вывела аферистов на чистую воду, наткнулась на левое сообщество имени себя. Я разобралась, что к чему возмутилась и написала заявление в полицию. Но я думаю, что это не совсем соответствует действительности, поскольку чихала та Симоньян 40 раз с высокой колокольни на то, как и где ее имя используется. Более того, чем больше упоминаний, тем лучше для отчетов перед спонсорами. Мыслю так. Кто-то из обманутых жертвователей шум поднял, мол, деньги собирают, а куда эти деньги идут? Ну и накрыли шайку. Вот только сообщества, через которые людей хабблопошивали, странным образом продолжают функционировать. Их никто не удаляет. Не потребовал заблокировать. Мне не верите? Ну, сами попробуйте зайти в ту же телегу, как вариант. Вот она, эта группа мнения Симоньян. Симоньян, живее всех живых, взяли-то исполнителей. Даже не исполнителей шестерок, а настоящие упыри, идейные вдохновители. У них все хорошо. Сейчас, видимо, переждут шумиху и продолжат обирать народ дальше. Сейчас, вы не 37-й год, правда? Че хочешь, то и говори. Тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да че прятаться-то? Еще одна история, мимо которой я, конечно же, не мог пройти. Глава Минюста Чуйченко предложил давать статус иноагента за деятельность, направленную... Вот сейчас держитесь за что-нибудь. Против духовно-нравственных ценностей. О как! Чего, б***ь? Вот у меня примерно такой же реакция была, когда наткнулся на данный месседж. Ну, хотя бы потому, что я откровенно не понимаю, о чем в данном случае речь. Против каких конкретно ценностей, что имеется в виду и как все это дело обосновать юридически, кстати. Нет, сего не понимаю. Второе. Ну вот, газета Ру привела примеры нескольких таких угроз. Ну, того, что считается угрозами нашим духовно-нравственным ценностям. Среди них я вижу вседозволенность, эгоизм. Хорошо, пусть так. Тогда объясните мне тупому, при чем тут иноагентство. Возьмем тот же эгоизм. Это же черта характера человека. Проблемы в его воспитании. Если хотите, такие люди всегда были, есть и будут. Данные болезнью страдает любое общество. Ну, почему у нас-то таких граждан? Выноагенты сразу записывать предлагается. Как одно с другим связано? Или он и очередная попытка свалить с больной головы на здоровую? Давайте на пальцы. Представьте, мальчик Вася растет эгоистом, потому что папа пьет беспроводно. А маме до Васи дела нет. Кто виноват в том, что Вася эгоист? Ну, конечно, Байден. Ага, блин. Вместо того, чтобы заняться перевоспитанием парня, мы навесим на него клеймо прокаженного, или в данном случае клеймо иноагента, и вся недолга. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь? Причем, если бы на этом все и закончилось. Но Константин Анатольевич дальше пошел и задался вопросом о необходимости введения дополнительных ограничительных мер для россиян иноагентов. Мы уже лишили их государственного финансирования, сказал Чуйченко, а почему бы не лишить этих людей финансирования вообще? В смысле возможности зарабатывать деньги? Вот теперь мне хочется задать вопрос. Советник, а вы точно осознаете последствия таких вот душевных порывов? Сперва предлагаете заклеймить иноагентским статусом всех проблемных граждан, вместо того, чтобы поработать с ними и попытаться вернуть в строй в качестве полноценных членов общества, а затем и вовсе оставим или без средств к существованию правильно? Пусть, блин, на большую дорогу идут, повышают уровень уличной преступности в стране. Вот уж от кого, от кого, от министра юстиции такое услышать? Я в последнюю очередь готов. Чушь какая-то. Вы знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безлаберности и слабости все проистекает. Вот у нас куда ни сунься, у нас везде Чечня. И не только на Северном Кавказе. Я фигурально выражаюсь. У нас в экономику сунься. Чего это, блин? Мне аж хуй... К этому разговору мы еще вернемся в ближайшем выпуске. Это не единственная такая история. Потому что там есть еще на чем заострить внимание. Сейчас же хотел на другом акцентироваться. Это важно, я считаю. Ну все же уже знаете, что господин Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, скажем так, доигрался. Похоже, власти устали терпеть его хамство. И, в общем, пошла обратная реакция. Все началось в понедельник со статьи Вашингтон-Пост, в которой бизнесмена, по сути, обвинили в госизмене. Думаю, не просто так эта статья возникла. Наши СМИ ее очень широко затем тиражировали. Чуть позже к процессу подключилась и тяжелая артиллерия в виде высокопоставленных госслужащих с большими звездами на плечах. Ну вот, например, с заявлением депутата Госдумы по совместительству генерала Виктора Соболева. В котором, на минуточку, генерал чуть ли не в открытую называет Пригожинскую группировку бандитской структурой. А всем ее бойцам, в том числе мобилизованным добровольцам, угрожает 15-летним тюремным срокам. ЧВК, частная военная компания, это незаконное вооруженное формирование. Непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет, какие задачи. Я считаю, что государство России, вот государство, что у нас есть, должно подать абсолютной монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил. Ребят, не поймите меня приуратно, я ни в коей мере не защищаю Пригожина. Меня его судьба вообще не интересует, а вот судьба некоторых его бойцов, в частности мобилизованных добровольцев. Слушайте, уникальная сложилась ситуация, не находите? Почти полтора года, в том числе через государственные СМИ. Через отдельно взятых пропагандистов, артистов и так далее велась агитация, вступление в этот самый Вагнер. Повторюсь, через государственные СМИ, через уличную рекламу, через телевизионных и эстрадных звезд. Да в конце концов история с сыном Пескова, который якобы воевал в Пригожинских рядах. Это тоже пиар ЧВК Вагнера, люди поверили. Люди купились, а теперь что они? Преступники получаются. Пятнашка светит каждому добровольцу, нифига себе. Вы же их сами туда зазывали. Я вот даже не знаю, как он и комментировать. Честное слово, своих не бросаем, говорили они. Все. Переваривать это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok